Итак, это предпросмотр сцены битвы на Пеленерских полях. И это наш первый шаг на пути к воплощению идеи и сценария данного эпизода. Мы используем режим предпросмотра, поскольку он работает очень быстро. В нем легко что-то менять, экспериментировать с идеями, он очень гибкий. Это позволяет Питеру проверить любые возможные варианты, и нет необходимости проводить массу лишней подготовительной работы. В целом это похоже на работу с набросками, только вместо рисунков мы используем цифровые макеты. Пеленерские поля настолько уникальны и так хорошо описаны Толкином, что мы не смогли найти в Новой Зеландии подходящего места для съемок. Мы знали с самого начала, что Пеленерские поля будут создаваться искусственно при помощи 3D-технологий. Работа над этим ненастоящим окружением была довольно интересной. Мы использовали огромное количество фотографий, различных уголков Южного острова в окрестностях Твайзела, а также мы ездили к горе Кука, где сделали множество снимков. Огромные протяженные планы с конницы Рохана мы решили сделать в цифровом виде, но для основной части битвы «Олефантов» мы решили снять как можно больше настоящих всадников, добиваясь правдоподобия и реализма в изображении лошадей. Это вызвало множество проблем, поскольку синие и зеленые экраны, расположенные позади них, нужно было полностью убрать, заполнив это пространство рисунками, используя множество повторений и наслаивание их друг на друга. Все «Олефанты», естественно, созданы на компьютере и анимированы вручную, как и любое соприкосновение с ними, а также все трюки тоже сделаны в цифре. Мы пользовались библиотекой движений буйствующих «Олефантов», из которых составили эту сцену. Иногда мы добавляли какой-нибудь объект, как, например, этот меч. Такие случайные объекты добавляют реалистичности. Ступни нижней части ног «Олефантов» были настроены так, чтобы чувствовался их огромный вес, и аниматоры могли контролировать их тяжелую поступь. Массовка — это инструмент, который мы использовали для создания дополнительных эффектов на задних планах. Он позволял существовать захват движения людей и лошадей и создать для них свою систему управления. Эта сцена довольно сложная. Мы должны были выяснить, как сделать так, чтобы объекты не только не накладывались друг на друга, но и знали, где находятся анимированные «Олефанты». Недопустимо было, чтобы они проходили сквозь их ноги. Псадники должны были целиться в «Олефантов» и «Звуков». А поток куницы должен был двигаться так, как того требовала сцена. В грубой композиции можно посмотреть все составляющие, отразить их наиболее полно, наложить друг на друга так, как они будут выглядеть в готовой сцене. Одной из самых сложных задач для полейнерских полей стало смешать вместе лошадей, олефантов, 6 тысяч роханцев, 250 тысяч орков в этой гигантской игре в шахматы. Грубая композиция — отличный способ посмотреть, как они сочетаются друг с другом, как проходит взаимодействие, проследить ход битвы от кадра к кадру. На окончательную обработку этой сцены у нас ушло от одного месяца до пяти, в зависимости от сложности, составляющих самого эпизода. Животные, отрисованные вместе с текстурами и кожей, все детали показаны очень точно. На этапе композинга были добавлены сотни дополнительных слоев пыли и дыма. Каждый из этих кадров может состоять из более сотни различных слоев. Это вполне реально. Здесь много всяческих тонкостей, которые заставляют вас поверить, что этот мир настоящий.